С 2021 года в Латвии регулярно повышается ставка налога на природные ресурсы за захоронение отходов на полигоне. Если в 2020 году она составляла 50 евро за тонну, то сейчас уже 80 евро. А с 1 января следующего года за одну тонну захороненных несортированных бытовых отходов придется заплатить 95 евро. В связи с этим СИААЦУ призывает жителей активнее сортировать бытовой мусор, так как это единственный способ уменьшить объем подлежащих захоронению отходов и, соответственно, сократить затраты на их обхозяйствование. На мусорный полигон Цейныши в год в среднем попадает 35 тысяч тонн несортированного бытового мусора. До 4% из этих отходов удается отсортировать и передать для дальнейшей переработки. Остальное подлежит захоронению. В отсортированном же виде на полигон в этом году попало порядка 500 тонн отходов. Специалисты Управления коммунального хозяйства отмечают, что по сравнению с прошлыми годами этот объем немного уменьшился из-за введенной в стране системы депозита упаковки. И в целом договпилчане, особенно жители частного сектора, довольно сознательно используют предлагаемые самоуправлением возможности сортировки. Тем не менее, процент отсортированных жителями отходов определенно может быть больше. Немаловажен тот факт, что доля налога на природные ресурсы сейчас составляет более 66% от общего тарифа на обхозяйствование отходов. А издержки за сбор, перевозку и хранение отходов составляют лишь третью часть от конечного тарифа, который в итоге должны платить получатели услуг. С 1 января следующего года, когда ставка возрастет, она составит уже более 68% от общего тарифа. Каждый житель в итоге платит именно за утилизацию не отсортированных отходов. И чем больше каждый из нас сортирует, тем меньше мусора подлежит захоронению на полигоне. В нашем самоуправлении курсирует специальная машина, которая собирает и вывозит именно отсортированный материал из сортировочных контейнеров, расположенных в 100 местах на территории города. В нее никоим образом не попадают не отсортированные отходы. Прекрасно зарекомендовала себя и площадка по сбору сортированных отходов в Лигенешках, которая работает уже далеко не первый год. Горожане к ней привыкли и ежедневно привозят сюда разные отходы, подлежащие повторной переработке. На площадку в Лигенешках совершенно бесплатно можно сдать старую мебель, бытовую технику, покрышки, люминесцентные лампы, аккумуляторы и многое другое. Расширяя возможности сортировки, в этом году была построена также площадка по сбору биологически разлагаемых отходов, которая начнет работать в следующем году. Дагуфпилское городское самоуправление – одно из немногих самоуправлений Латвии, получившее софинансирование Центрального агентства финансов и договоров на строительство такой площадки. Мы уже практически завершили этот проект. В микрорайоне Лигенешки построена площадка по сбору биоразлагаемых отходов, которая начнет работать на полную мощь следующей весной. Любое физическое или юридическое лицо сможет привезти и совершенно бесплатно сдать отсортированную зеленую массу. Листья деревьев, скошную траву, садовые отходы – самоуправление не возьмет за это ни цента. Затем в результате технологического процесса эти отходы превратятся в компост, который планируется использовать для работ по озеленению города и для создания красивой ухоженной среды. По-моему, это очень хозяйственно правильное решение. Осознанная сортировка отходов помогает не только уменьшить затраты на обхозяйствование, но и защитить природу от засорения, сохранив ее чистой для следующих поколений. Более подробная информация о возможностях сдачи отсортированных отходов в Даугавпилсе размещена на домашней странице www.aatso.lv. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилского городского самоуправления.